Итак, будем начинать сегодняшний вебинар. Меня зовут Алена Орлинская, я директор компании Replay. С компанией сотрудничаю достаточно давно, достаточно успешно. Для меня это семейный бизнес, работаем мы вместе с мужем Сергеем. И сегодня я поделюсь нашими новыми наработками, наработками нашей команды, как мы приглашаем знакомых. Так, скажу сразу, опыт работы большой, и многие иногда говорят, ну, тебя хорошо приглашать, ты в Replay давно, тебя уже все знают. Вы знаете, порой это наоборот минусик, потому что люди уже знают, что я в Replay, и когда я начинаю что-то предлагать, они говорят, ну, понятно, для нас в Replay сейчас свой буду называть, все понятно, не надо ничего не говорить. Новичкам в этом было не проще. Вы можете пригласить, люди будут даже не знать, куда вы вызовете, они придут хотя бы выслушать информацию. Сегодня я поделюсь с вами тем, как приглашать, и тем, кто уже давно в Replay, да, и у кого все знакомые знают, и как приглашать тем, кто только присоединился новичкам. Кстати, давайте мы проведем такую небольшую перекличку. Поставьте, пожалуйста, в чат единички те, кто присоединились к нам недавно, ну, либо присоединились давно, но серьезно работать начали недавно, меньше месяца. Поставьте, пожалуйста, единички в чат, и те, кто дольше месяца, поставьте, пожалуйста, двойки в чат, циферку 2, чтобы не понимать, ну, отлично, вижу, какие-то у нас есть прекрасные. Отлично. Ну все, аудитория поняла, будем продолжать. Давайте сразу, да, по такой небольшой статистике, почему вообще важно приглашать знакомых, а почему важно с ними работать. Вот смотрите, такая вам статистика, приглашая 100 человек незнакомых, у вас будет примерно 5 регистраций. Да, я сейчас говорю обо всех методах, да, вот особенно сейчас новички, да, порой бывает, что вот я двум там позвонил по резюме, они отказались. Это нормально, то есть чтобы у вас была одна регистрация, нужно минимум 20 человек пригласить, да, чтобы у вас была одна регистрация. При работе со знакомыми статистика гораздо лучше. То есть смотрите, да, из 100 незнакомых 5 регистраций, из 100 знакомых 20 регистраций. Это в 4 раза эффективнее будет идти ваша работа, особенно это актуально для тех, у кого мало времени, да, вот приходят и говорят, у меня мало времени, работайте в первую очередь со знакомыми. Почему? Потому что это доверие. В любом случае наш бизнес, это бизнес отношений, он строится на доверие. И даже когда мы приглашаем незнакомых людей, нам все равно нужно наладить сначала контакт, нам нужно познакомиться поближе, нам нужно как-то понравиться друг другу просто по-человечески, да, нужно вызвать какое-то доверие друг у друга. И только тогда мы начинаем уже активно, эффективно работать. Когда вы сразу приглашаете знакомых, вот у вас этот пункт, вы на него время не тратите. У вас уже сразу есть доверие, знакомый ваш знает, он вам доверяет, он знает, что вы их не заманите в какую-то авансуру, да, или там аферу неприятную. И поэтому будете экономить и время, и силы, и гораздо быстрее будет двигаться ваша, развиваться ваша команда, да, и вы быстрее будете двигаться по карьерной лестнице. Ну, надеюсь, что преимущество вам понятно, да, именно приглашение знакомых людей. Друзья, я сейчас говорю о том, что, да, если знакомые есть, да, потому что я сразу, да, предупреждаю такой вопрос, возможно, возникнет, а если у меня нет знакомых, да, у нас сегодня тема вебинара, это именно как работать с знакомыми, да, поэтому если знакомых нет, значит, обзаводитесь с знакомыми. Хотя сейчас я вам расскажу, кто такие знакомые, я вас уверяю, они у вас у каждого есть. Да, знакомые-то не обязательно прям близкие друзья. Ну, но мы сейчас об этом тоже поговорим. Сразу такой момент. При работе со знакомыми, при приглашении знакомых фильтруйте людей, как и в любом другом методе. Подумайте, кого реально из своих знакомых и родных вы хотели бы видеть в своей команде, с кем реально вы хотели бы строить бизнес, с кем вам в дальнейшем, в принципе, связывать свою жизнь. Потому что люди, которых мы берем в себе команду, это люди, с которыми вы будете общаться постоянно на протяжении достаточно продолжительного времени, возможно, даже всю жизнь. И подумайте все-таки, кто из вашего окружения вам приятен. С кем бы вы, ну, не знаю, если бы вы хотели открыть традиционный бизнес, например, магазин, с кем бы своих знакомых вы открыли магазин, с кем бы вы пошли в разведку. Потому что зачастую у нас происходит так, что мы начинаем звать соседку Машу, которая взяла у вас в долг денег и вам до сих пор их не вернула. Или мы зовем, например, своего товарища, который всегда опаздывает. Вот всегда. Вот есть у вас такие знакомые, вот вы договариваетесь, а он всегда приходит не вовремя. И вы такого человека приглашаете в бизнес. Поставьте плюсики. Вот кого есть знакомые, которые, бывает, подводят, да, вы с ними договорились, а они вообще не пришли там на какую-то встречу, там, вот вы с друзьями даже в кафе собрались, а он взял и не пришел. Или там, например, в последний момент отказался. Да, там вы, например, на день рождения его позвали, уже заказали там банкет на определенное количество чего-то, проплатили этот банкет, а он там в последний момент не пришел. Там ты не звонил за пять минут, да, это вот, ну, что-то я забыл, да, у меня тут, я заболел, да, я не приду. Вот, друзья мои, таких звать не надо. Вот я вам сразу говорю, чтобы вы потом не выжигались на этом, а то потом начинается, вот, они меня подвели, вот, они такие-то, они такие. Вы своих знакомых знаете сами. Выбирайте людей. А вы имеете право выбирать. Но сильно тоже тут не надо, знаете, а то начнется сейчас, да, вот нам Алена Арлинская сказала, что надо выбирать. Да, и вам потом спонсор скажет, а почему ты этого не завершил? Ой, да вот там мы с ней 15 лет назад, да, там, она ко мне не пришла на встречу, да, я поэтому не буду ее звать. То есть, ребят, фильтруйте, но уж не слишком строго. Да, уж совсем каких-то, знаете, кто там сидели, или тех, кто там реально вас подводили, или там денег вам должны, ну, не надо таких, да, таких, кто, ну, вот как нормальный можно. Поэтому подумайте. И еще очень важный момент. Когда мы приглашаем людей в бизнес, мы никого не уговариваем. Вы ставьте себя всегда в позицию чуточку выше, чем тот человек, который вы приглашаете. А то у нас зачастую, опять же, происходит обратная реакция. Вы начинаете там уговаривать, ну, давай, ну, давай, ну, пойдем, ну, пойдем ко мне в бизнес. Не надо. Вот представьте, вот видите, такая красивая, аппетитная коробочка с конфетами. Ой, я так люблю сладкое, я бы сейчас съела эту коробку. Кто любит сладкое, поставьте, пожалуйста, в чат плюс, а кто не любит сладкое, поставьте в чат семь. Посмотрим, кто у нас собрался. Я очень люблю. О, сладкоежки. Кто не любит, поставьте в чат семерочку. Кто бы лучше там селедочки покушал, там, не знаю, икры малененькой. Все же разные, да, у всех разное вкусо. В основном сладкоежки собрались. И, ну, я тоже люблю и то, и другое, но вот бывает, когда человеку предлагаешь конфеты, он говорит, да фу, я не люблю сладкое. Вот смотрите, наши с вами возможности, это как коробка конфет. Видите, они такие все разные, все такие красивые. Ведь кто-то возьмет шоколадный, а кто-то возьмет с белым шоколадным, кто-то возьмет с орешками, а кто-то возьмет там с воздушным рисом. Поэтому нам нужно преподносить информацию всем по-разному. Да уж, если человек любит сладкое, да, любит, да, возможности, значит, мы должны преподнести по-разному, именно отталкиваясь от его потребностей. Смотрите, вы идете с коробкой конфеток, вы идете с возможностями. Вот представьте, вот вы идете с этой коробкой и подходите к своей подруге и говорите. Катя, на конфетку. Она говорит, да, ну я не хочу я конфетку. Вы что, расстроитесь, расплачетесь, скажете, о, все, я тогда тоже больше в жизни не буду есть конфеты, потому что Катя не ест. Вы пойдете и к Маше подойдете, скажете, Маш, хочешь конфеты? Катя не ест, я тебе тогда предложу. Относитесь к нашим возможностям именно так, как коробки с конфетами. Они отказывают не вам, они отказывают просто вашему предложению, да, те, кто, например, не соглашается. Поэтому не надо ни за кем бегать. Предложили? Да, да. Нет, значит нет. Мы об этом тоже поговорим дальше. Следующий важный момент при приглашении знакомых. Ни за кого никогда ничего не решаем. Да, в начале я вам говорила о том, что мы выбираем людей, но мы их выбираем именно по их каким-то личным качествам. Но ни в коем случае мы их не выбираем по тем критериям, что, ой, вот это муж богатый. Нет, я не буду ей предлагать, она еще на меня обидится. Они вон как хорошо живут, за границей по три раза в год ездят. Я тут ей со своими возможностями нет, нет, нет. Такой я не буду предлагать. А хотя девушка-то она хорошая, да, такая ответственная, хотела бы я ее в своей команде, но нет, не буду, у нее муж богатый. Бывало такое? Или, ой, у нее такая работа хорошая, она в администрации работает, нет. Или там, она в налоговой работе, у нее такая стабильная работа, не буду ей предлагать, ей некогда, у нее нет времени, у нее трое детей. Вот скажите честно, вот напишите плюс в чат, поставьте, было у вас такое, что вот вы про своих знакомых так думали, что вот у нее муж богатый, работы хорошие, времени у них нет, у них трое детей, и я не буду их приглашать. Было. Вот у меня тоже, честно, такое было. Вот не совершайте этой ошибки. Приведу вам конкретный прям пример. У меня есть знакомая, у нее реально очень хорошо зарабатывает муж, очень хорошо. Они ездят за границей, у них очень хорошая квартира, машина. И я все-таки ей предложила, но я ей начала, ну, как бы не с бизнеса, а со скидки. Я просто рассказала, говорю, я знаю, что ты раньше Арифлэм пользовалась, смотри, есть возможность покупать для себя. Она такая, да, круто. Ой, так бы мне хотелось для себя заказывать. А то вот все время у мужа деньги спрашиваю, а тут я хотя бы дешевле буду покупать для себя. И я такая думаю, опа. А на деньги у мужа спрашивает, ей это неудобно. И тут я уже к ней пошла. Говорю, слушай, раз тебе, ну, такая ситуация, может быть, тебе интересно, как зарабатывать. Он такой, да, а мне интересно, у меня, говорит, время есть. Я бы с удовольствием этот вариант рассмотрела. Представляете? А у нее муж богатый. То есть реально они, вот внешне так смотреть, очень обеспеченная, хорошая семья. Понятно, что он ей не отказывает, да, там, знаете, она попросит, он ей дает деньги. Это моя одноклассница. И, да, как бы, кто бы мог подумать, что она заинтересуется подработкой. Другой момент, да, работа хорошая. Бывает такое, что сегодня работа есть, а завтра нет. Да, вот у меня в команде есть люди, которые на хорошей высокооплачиваемой работе, но они так боятся, что их уволят, что они ищут какой-то, возможно, дополнительный стоящий доход, что на тот случай, если вдруг они останутся без работы, да, чтобы у них было где соломки подсели, да. У меня в команде есть, например, да, Галина, сейчас менеджер 18%, она работает на руководящей должности на одном из Ивановских заводов. Но, тем не менее, она рассмотрела возможности отбойм, потому что ее не совсем радует та деятельность, которой она занималась. Про то, что нет времени, вы знаете, очень часто нет времени у тех, кто ничего не делает. Есть такие, знаете, люди, которые весь день чем-то заняты, а по сути ничего полезного не сделали. А есть такие, которые и на основной работе работают, и параллельно еще какой-нибудь бизнес крутится, вертит, еще на фитнес ходят, еще с друзьями встречаются, еще и в бассейн. И вот вроде бы казалось, что нет времени, а таким людям делаешь предложение, он говорит, отлично, сколько времени это займет, ну, там, для начала 3-4 часа. Я посмотрю, да, что я могу сделать, да, и где я смогу найти это время. То есть человек, который ищет возможности, он найдет время. Насчет детей. Отличный пример – Любовь Сергея Смоленовича. Трое детей, да, вот они как раз на фотографии, не случайно эту фотографию поставила, да, вот как раз здесь люди, да, частично, о которых я рассказывала. Трое детей. А вот Галина, я видел, я в чате, она есть, Галина Абросимова. Четверо детей. Казалось бы, да, вообще я слушала, Галина, вашу историю, вообще в шоке. Все успевает человек, да, живут в сельской местности, все успевает, хозяйство вести, бизнес строить, и деток надо не спать. Поэтому не решайте за людей, сделайте им предложение, пускай они выборы делают сами. Возьмут ту конфету, которая им нравится. Может быть, они просто на себя со скидкой будут брать. Почему нет? Нам такие люди тоже нужны в команде. Следующий, друзья мои, очень важный момент – приглашать нужно грамотно. И очень такой важный момент – если вы приглашаете знакомых, ваш бизнес развивается быстрее. А сейчас не секрет, что очень много быстро растущих лидеров именно в интернете. И многих задевает вопрос, как они растут быстро. Я буквально недавно наткнулась в социальные сети на девочку, я сейчас не помню, как ее зовут, но она на уровень директора вышла за 6 недель работы. 6 недель работы. Девушка вышла на уровень 22%. Как? Приглашала знакомых. Она в первый же каталог своей работы пригласила 50 знакомых человек. И она получила за два каталога работы. То есть в первом, пока она там раскачивалась, пока обучалась, пока вникала, пока приглашала. А на второй каталог своей активной работы она вышла на уровень 22%. Поэтому, друзья, те, кто ставил единички, кто меньше месяца, если вы сейчас эту возможность возьмете и принято правильно, через несколько недель у вас реально может поменяться жизнь, если просто правильно к этому отнесетесь и начнете приглашать правильно. Какие здесь важные моменты? Не надо приглашать знакомых прямо, знаете, вот вы сегодня зарегистрировались и прямо сегодня же вы пошли приглашать. Я вам рекомендую так не делать. Я рекомендую вам сначала изучить суть проекта, чтобы вы понимали, что конкретно от вас требуется, чтобы вы понимали смысл бизнеса, посмотрели маркетинг-план, узнали, как работать с возражениями. Это можно сделать за пару часов. То есть прямо вот здесь написано с первых дней, не приглашать. Но вы можете за пару часов это все изучить, посмотреть презентацию, посмотреть вебинар суть бизнеса, посмотреть маркетинг-план и посмотреть, как работать с возражением. Два-три часа ваше время займет, и уже можете идти к своим знакомым, уже можете приглашать. И второй момент. Нельзя рассказывать на эмоции, знаете, такой пеной у рта. То есть у вас должны гореть глаза, они должны гореть. То есть люди должны понимать, что вам эта идея интересна, что есть смысл попробовать. Но если вы там, знаете, слюной брызжете, да, и у вас там пару душей идет, я боюсь, что от вас могут отмахнуться, да, и там, скажем, что, какая-то, какой-то бизнес мне предлагает, не буду я с ней даже общаться. Поэтому рассказывать надо с горящими глазами, но спокойно. Да, то есть не помягче уровень, не плеваться у людей слюной, да. Вот, то есть понятие на этот момент, что сначала мы изучаем информацию, не надо вот это растягивать. Сейчас опять же тоже, друзья, поймите меня правильно, пара часов достаточно для того, чтобы посмотреть то, что я вам перечислил. Презентацию, суть бизнеса, маркетинг-флант и как работать в выражении. Четыре пункта, которые вам нужно понимать и знать. И вы можете хоть сегодня уже идти приглашать знакомых, даже если вы сегодня присоединились. Отлично. Продолжаем. А насчет знакомых. Да, очень часто многие мне говорят, о, у меня нет знакомых, мне некого приглашать. Вот вам примеры, откуда взять знакомых. Начните с того, что достаньте свои старые фотоальбомы, записные книжки. Раньше, да, вот особенно те, кто постарше, наверняка записывали, телефончики, там, адреса, да, те, кто помоложе, да, заходим в соцсети. Да, в принципе, сейчас в соцсетях есть все. Да, там у меня даже есть какие-то там парикмахеры мой, да, там, мастер, там, которым я хожу, то есть они у меня все есть в друзьях, да, в социальных сетях. То есть это, в принципе, ваши знакомые. А также вы можете, самый, знаете, простой вариант, просто в свои соцсети, на своей страничке в соцсетях добавлять своих одноклассников, однокурсников, тех, с которым вы раньше общались, да, то есть налаживать контакт, да, то есть общаться с ними дальше, да, то есть чтобы они были у вас на виду, эти люди. То есть бывшие коллеги, с кем вы в роддоме лежали, дальние родственники какие-то, соседи, специалисты, друзья-друзей. Например, там были вы на дне рождения и познакомились там с кем-то, да, с новыми людьми. Добавьте их в друзья, то есть зайдите, например, к той подруге, у которой вы были на дне рождения, на страничку, по имени найдите этих людей, добавьте их в себе в друзья. Пусть они будут у вас, да, это уже, можете считать, что это ваши знакомые, все, вы с ними познакомились, вы знаете, как их зовут, вы знаете, как зовут их мужа, как зовут их собаку, да, потому что вы сидели, общались там, например, на празднике, да, вы уже можете там написать привет, там, как поживает ваш пёс Барбоса, как там твоя дочка Наташа, да, то есть вы уже можете общаться, да, совет тем, да, кто говорит, что у меня нет знакомых или у меня их мало. А поверьте, минимум 100 человек у каждого из нас есть знакомых. Просто мы очень часто почему-то закрываемся, ой, я эту добавлять не буду, ой, да я с ней что-то не разговаривала. Все добавляются, люди меняются. Понятно это, да, что мы начинаем с составления списка знакомых, чтобы у вас была система, кого вы будете приглашать. Пишите всех, учитывая, да, те пожелания, которые мы с вами сейчас уже обговорили, да, что это должны быть люди адекватные, с которыми вам приятно будет общаться. И вы за них не решаете. Муж богатый, сама богатая, да, там, дети, собаки, всех приглашают. И в первую очередь из списка знакомых мы будем выделять тех людей, кто чего-то добился в жизни. Не начинайте приглашать с неудачников, да, там, ой, пойду приглашу Машку, она сейчас без работы, ее муж бросил, она там что-то в запой ушла, надо ее позвать, наверное, вышел из запоя, а то она уборщица сейчас подрабатывает. Нужны вам такие люди? Мне вот мне. В первую очередь вы приглашаете тех, кто имеет хорошую должность, тех, кто как-то состоялся в жизни, да, там, может быть, может быть, это мамочка, которая не работает, но у нее, например, трое детей, она с ними мастерски справляется, да, у нее детки там все умытые, все чистенькие, все хорошенькие, обратные, аккуратные, да, там, маму воспринимают адекватно. Таких вот надо знать в первую очередь. Но здесь возникает такой момент. Как же пригласить такого человека, да, вот я там еще новичок в бизнесе и пойду там сейчас буду приглашать, например, свою одноклассницу, которая уже там в свои магазины. Как я к ней подойду, на какой, как бы к ней подъехать, да, как бы ее заинтересовать. И вот, друзья мои, я вам сейчас открою один секрет, вот фишку, да, с нами, кстати, эта фишка поделилась Сергея Смолинский, да, причем это было в такой беседе, знаете, непринужденно, такой, так а что, у нас есть такой метод. Метод называется анкета. А вот я вам сейчас показываю анкету, так она выглядит в печатном виде, и она у нас есть в электронном виде. Я обещала вам подарок в конце вебинара. В конце вебинара я вам дам ссылку на то, как создать такую анкету. Те, кто до конца вебинара не смогут, я пришлю вашим спонсорам, да, директорам чат, и я думаю, что они с вами поделятся. В чем секрет и в чем особенность? Смотрите, внимательно сейчас прочитайте вопросы, которые здесь написаны. Во-первых, здесь ни слова про реплей не сказано. Я вам дам текст, как просить такие анкеты заполнить, то есть, что сказать с этими словами. То есть, вы можете, у меня есть они так в печатном виде, то есть, я вам могу сбросить прямо текстовый файлик, вы можете распечатать и прямо подходить и просить, чтобы они вам ручкой, да, заполнили такую анкету на бумажке. Есть она в электронном виде, также я с вами поделюсь этой ссылочкой, как создать электронную анкету. Смотрите, здесь простые достаточно вопросы, но каверзные. Как где учились, кем работаете, устраивает ли вас ваша ежемесячная зарплата, какая зарплата в месяц, по вашему мнению, была бы приемлемой для вас в идеале? И очень такой важный вопрос, по вашему мнению, через какое время вы начнете зарабатывать вашу идеальную зарплату? Через год, через пять, через три, через десять лет, вообще никогда. Вы знаете, я уже этими анкетками работаю и я просматриваю, когда ответы, плакать хочется. Там девочка отмечает, хочу зарабатывать 35 тысяч через десять лет. Через десять лет 35 тысяч, это будет, как сейчас, пять тысяч. Да, и она также будет непонятно, как выживать. А также, да, вопрос, например, заинтересованы ли вы в увеличении ваших доходов, ищите ли вы дополнительные сточники доходов свободные от основной занятости в то время. Интересует ли вас посещение бесплатного обучающего семинара, как достичь финансовой независимости. Ну, это с вами наша с вами презентация, по сути. Хотели бы вы узнать о том, как открыть собственное дело, не имея стартового капитала и опыта? Ваша самая большая мечта? Напишите. Классные вопросы. Кому нравится? Поставьте плюсик, кому нравятся эти вопросы и кто понимает, зачем мы будем давать эту анкету своим знакомым. Мы будем знать, кому идти и что люди хотят. Понимаете, мы зачастую идем к знакомым, да, там, вот к уборщице мы идем, а ей, простите за выражение, нафиг ничего не надо. Вот у меня были такие и знакомые, и незнакомые на встречи приходили. Никогда не забуду, когда ко мне пришла девушка, зарплата там в 2000 рублей, ну, это было давно, тогда средняя зарплата была где-то 10 тысяч, она зарабатывала 2000. И в конце встречи она сказала, нет, мне это не интересно, я буду лучше полымать. Все, финиш, занавес, да, без смысл. А если бы я заранее, да, ее протестировала, да, узнала бы, чего она хочет, я бы даже рассказывать ничего не стала. Смотрите, здесь тоже важен такой момент, да, во-первых, здесь можно зацепиться, в принципе, за любой вопрос. Даже вам, ваш знакомый везде поставил нет, но при этом он поставил, что он хочет зарабатывать, например, 100 тысяч рублей через 10 лет. Вы можете позвонить такой знакомой и сказать, знаешь, у меня есть идея, как можно зарабатывать 100 тысяч через 2 года, а не через 10 лет. Тебя интересует? Могу поделиться. Да, то есть здесь можно, в принципе, зацепиться абсолютно за любой вопрос для того, чтобы человек вывести уже на дальнейший диалог и на дальнейшее общение. И опять же, преподнести это так, что это ему будет интересно. Там и с конфетами к ним, с теми, которые он любит. Там мы будем именно предлагать то, что он указал. Была у меня обратная ситуация, мне девочка заполнила эту планкету, она указала, что она заинтересована в увеличении доходов, но она ничего не ищет. И когда я у нее потом спросила, вроде, ну, хотелось бы тебе дополнительно зарабатывать «Так у меня муж зарабатывает, пускай он, вроде, доходы увеличили». То есть, понимаете, да, как бы она заинтересована в увеличении доходов, но не своих, то есть не за счет своих действий, а за счет того, что муж будет зарабатывать. Тоже смысл у меня к ней, да, тут идти и распинаться, тратить время. Не буду. Да, но у меня есть друзья в ВКонтакте, пожалуйста, пускай она следит в дальнейшем, да, и, возможно, мне что-то перешелкнуть, что-то поменялось. Смотрите, да, вот так выглядит анкетка в электронном виде, да, здесь, конечно, частично только я вам экранчик сфотографировала, но там полностью те же самые вопросы. Да, я вам в конце дам ссылочку, как сделать этот вопрос. Делается достаточно просто на Google-диске, да, то есть кто владеет, в принципе, да, кто дружит, тому будет несложно. Ну, в принципе, у нас инструкция достаточно четкая, понятная, да, там даже с ним меньше не знаешь, продерешься сделать. Да, на эту анкету в электронном виде мы получаем ссылку, которую мы можем опять же давать своим знакомым в соцсетях. Нам не обязательно идти с распечатанной анкеткой, да, мы можем это сделать при общении в соцсетях. Каким образом? Что написать, что сказать? Вот смотрите, есть несколько, ну, вот пару вариантов я накидала вам, да, то есть вот как я обращалась к людям, как мои новички обращались, вот верхние, это мой текст, да, то есть я обращалась к тем, да, кто у меня есть в друзьях. Кстати, друзья, тоже важный момент, никто не от меня в блокировке за одинаковое сообщение, поэтому если вы будете в социальных сетях отсылать такие анкеты и тексты, обязательно тексты пишите вручную, да, не надо ничего копировать, и обязательно тексты меняйте, потому что вы разошлете пятьдесят этих текстов и вас заблокируют. То есть это, да, это не чередливо. То есть, ну, вот что я пишу, например, да, Юль, привет, я к тебе с просьбой, заполню, пожалуйста, анкету по ссылке, если не запретить, то есть, ну, ссылка на анкетку, заранее благодарна, мы проводим сейчас опрос среди работающих людей насчет их предполагаемых доходов. Заполняют хорошо, ну, то есть я же обращаюсь к знакомым, причем я обращалась даже к таким, знаете, дальним знакомым, с которым я где-то вот когда-то пересеклась, да, вот я вам рассказываю, на дне рождения. Да, я им пишу, там, мы же знаем себя, то есть мы же, в принципе, видим друг друга в соцсетях. Они, в принципе, знают, что я работаю в интернете, поэтому абсолютно нормально, ну, кто-то там, ну, там в анкете есть, например, личные данные, там номер телефона, а зачем номер телефона? Я говорю, ну, номер телефона буду видеть только я, мы просто, говорю, анкету будем анализировать, если тебе будет интересно посетить бесплатный обучающий семинар, то я тебе позвоню, приглашу. Ну, окей, поняла, все заполнило. А внизу, залетовый, это текст новичка. Да, вот, смотрите, сами выбирайте, какой вам будет интереснее, можете фотографировать экран, пока я так рассказываю. Да, Леон, привет, как у тебя дела? Я решила начать работать через интернет, мы сейчас проводим опрос среди молодежи, на счет их предполагаемые доходы. Мне нужно сделать одно задание. Поможешь? Заполни, пожалуйста, анкету по ссылке, заранее благодарна. И, кстати, знаете, в чем фишка, что иногда люди, даже не заполняя анкету, сразу спрашивают, а что за работа? Вот бывает такое, у меня, кстати, даже мои знакомые, которые знают, что, да, я в интернете работаю, и то спрашивают, ой, а что там у вас такое интересное вроде, а чем вы таким занимаетесь? То есть вы дополнительно еще привлечете к себе внимание. Понятно, как предложить эту анкету заполнить? Поставьте плюсики, кому понятно, и будем двигаться дальше. Не сложно? Просто ведь можно так обратиться. Это проще, чем сразу в лог подходить и приглашать в один бизнес. Вы будете знать. Опять же, знаете, есть люди, вот у меня есть люди, которые не заполнили анкеты. Естественно, и что я буду к ним еще раз подходить неделю. Если они даже анкету не могут заполнить, то я не буду закрытой полностью люди. Зачем мне нужны такие команды? Дальше, что мы делаем? Мы анализируем анкеты и делаем предложение только тем, кто открыт к новому и хотел бы узнать о возможности. Как я уже сказала, здесь, в принципе, зацепиться можно абсолютно за любую фразу. Да, даже если он везде тут нет написал, а, например, взял и написал мечту, да, что я мечтаю о доме. Вы можете позвонить и сказать, ты знаешь, у меня есть идея, как можно заработать на дом. Я бы хотела с тобой этой идеей поделиться. Тебе это интересно? Сразу встретимся, пообщаемся. То есть, смотрите сами. Если человек вам, ну, прям очень нравится, ну, большая вероятность, что если он везде вам нет отметил, то, скорее всего, что не стоит, наверное, даже тратить все время. Если везде да, прям в первую очередь звоните. Я говорю, здесь можно зацепиться, в принципе, с любой вопрос. Не устраивает зарплата? Звоните. Да, там, хотел бы зарабатывать там 40 тысяч рублей через 5 лет, звоните, говорите, я знаю, у меня есть идея, как я зарабатываю через полгода 40 тысяч. Да, даже по нашей системе, если сейчас взяться на чудес, то через 2 месяца можно выйти на доход 40 тысяч рублей, если начать приглашать знакомых. И они будут приглашать знакомых, да, что у вас весь бизнес будет троиться на доверие. Дальше что мы делаем? Мы приглашаем. Куда приглашаем? Если вы новичок и сами пока не умеете общаться, не умеете грамотно поднести информацию, вы приглашаете в фон суббинар-разговор. А я сейчас вам покажу тексты, да, как, ну, как я приглашаю, так манечки приглашают. Да, то есть куда можно пригласить на разговор? Скайп, телефон-разговор, вайбер, ватсап. Пожалуйста, методов много. Можно пригласить на вебинар-презентацию проекта. Можно дать запись этого вебинара. Можно пригласить на личную встречу. Здесь вы уже решаете сами. По своему опыту могу сказать, что самое эффективное – это либо личная встреча, либо звонок. Неважно быть в скайпе, в вайбере, по телефону. Вообще лучше даже, наверное, такой алгоритм. Вы с человеком сначала созваниваете по телефону и прощупываете почву. Адекватен ли он, чего он хочет, да, хочет ли он вообще что-то узнать, да, готов ли он рассказать. И можно пригласить уже на личную встречу, пообщаться в кафе, поговорить с ноутбуком, например, прям сесть, показать, ответить на вопросы. Да, можно пригласить на личную встречу с людьми со спонсором в одном городе. Можно, да, встретиться, да, пригласить на встречу с вашим спонсором, вашим знакомым. То есть, пожалуйста, здесь уже варьируйте, экспериментируйте. Ваша задача – дать человеку полную информацию, полную. Уж если он там никак на разговор не выходит, ну дайте тогда ему запись вебинара. Но это не самый эффективный метод, поверьте. Они могут не посмотреть просто запись. Либо какой-то, может быть, короткий ролик, да, там 3-4 минуты хотя бы в качестве, ну так сказать, информирования небольшого. Да, дали небольшой ролик, посмотрели, созвонились, потом или списались, как тебе идея. Хотел бы ты узнать подробнее об этом. Давай встретимся, давай созвонимся, я тебе расскажу. Наша задача просто заинтересовать. Та задача – пригласить и уже дальше общаться. Смотрите, да, вот здесь тексты, в принципе, их можно писать, можно звонить, да, можно проговаривать, созвонить, потому что там в анкетах есть аграфа номер телефона. Да, вот один из текстов, я лично по нему работаю. Оля, привет. Помнишь, ты недавно заполняла анкету к моей просьбе? Ты там указал, что ищешь дополнительные источники дохода. Ну, это один из вопросов, можете любой там взять, да, там. Ты указал, что ты хотел бы пустить бесплатный семинар, там, как-то «Стучи финансовыми заносим». Ты указал, что туда не устраивает твой доход. Это так? Ждете ответ. Да, но если, говорит, если переписки, то придете опять же ответ. Да, не надо здесь текст сразу скинуть. У меня к тебе есть интересное предложение, я хотела бы тебе подробнее рассказать. Возможно, ты рассмотришь для себя такой вариант дополнительного заработка. Я могу позвонить тебе буквально на 5-7 минут, все расскажу, если мне не интересует, ничего страшного, номер телефона, у меня-то уедет, когда тебе было бы удобно. А, ну, это вот пример переписки. Либо вы звоните, да, и прямо говорите, что смотри, если у тебя сейчас есть 5-7 минут, давай я тебе прямо сейчас расскажу, а если сейчас неудобно, давай перезвоню, когда тебе будет удобно. Да, все тебе объясню. Вообще звонить эффективнее, я вам прямо по своему округу скажу, лучше звонить. Нет, у меня это знакомая же, ну, то есть я же не отсылаю там незнакомым, да, со всеми чужими людьми. Я говорю, что анкета, досылка на эту анкету только у меня. Я просто посмотрю, что тебе интересно. То есть, ну, как бы, у меня абсолютно адекватно на это реагирует, то есть я чужим не отсылаю. У меня свои прекрасно заполнять, таких вопросов мне не задают. То есть я говорю, что анкету буду видеть только я, никто кроме меня ее видеть не будет. Второй, да, вариант, как можно, да, как можно пригласить именно новичку. Ну, примерно то же самое, да, привет, помнишь, недавно исполняла анкету в моей просьбе, ты там указала, что ищу дополнительные источники дохода. Это так? Да, это так. Я недавно начала работать через интернет, мне нравится. Вы здесь можете побольше написать, да, я вам коротенький такой текст, можете написать, что мне нравится, я там совмещаю с деталью ребенка, там уже вот такие-то результаты, если они есть. Ну да, если вы новичок, пока результатов нет, просто скажи, что мне нравится, интересно, изучаю новую информацию, да, вижу для тебя здесь хороший перспектив. Пока сама объяснить доходчиво не смогу, но могу дать твой телефон директору, она тебе позвонит и все расскажет. По времени буквально 5-7 минут, было бы здорово, если мы начали работать вместе. Наверное, телефон у меня твой есть. Тогда тебе было бы удобно. И тоже там ждете, чтобы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok провожу, люди абсолютно адекватно реагируют на то, что им будет кто-то звонить, потому что их уже предупредили, что тебе позвонят. Общаемся, разговариваем. Я, знаете, как делаю? Я прямо, если есть возможность выйти в скайп, то мы созваниваемся в скайпе все втроем, или вчетвером, я, новичок и партнер новичка. Если человек может только по телефону, то я записываю наш разговор и потом новичку отсылаю эту запись разговора, чтобы он слышал, о чем мы говорили с его знакомым, чтобы он знал, о чем мы говорили, чтобы он знал эти вопросы, человеку задавал, и на что обратить внимание. Понятно с этим, как пригласить на встречу? Оставьте единички, кому понятно, как пригласить на встречу, и будем двигаться дальше. Отлично. Еще раз повторюсь, если вы сами пока новичок и стесняетесь, или боитесь, или пока нет опыта в проведении встреч, приглашайте на созвон к спонсору. Но чем быстрее вы начнете проводить такие разговоры и созвоны самостоятельно, тем быстрее вы будете расти. Поверьте тоже моему опыту, потому что у спонсора на шее можно сидеть долго, спонсор вам проведет хорошо, качественную встречу. Но ваши личные эмоции, ваше личное впечатление не заменит ничего. Поэтому лучше проводите сами. Одну-две для вас спонсоры провел, ну, три, там, Максу. Дальше послушали, текст взяли, можете читать текст. Вот в чем простота работы в интернете в том, что вам не обязательно заучивать, что это не злость. Взяли текст, проспечатали или прямо с компьютера позвонили, поговорили. Конечно, уже когда идете на личную встречу, да, там нужно быть подготовленным, да, там нужно выводить информацию, да, поэтому, возможно, новичку будет проще именно поговорить по телефону или по скайпу, или по вайберу, да, чем, например, проводить личную встречу. Поэтому тренируйтесь. Если спрашивают, что заработать, да, начинай, там, ну, что заработал, расскажи мне по-твоему словах, нечего-то мне перезвонить, да, можете написать, да, вот такой небольшой текст, он достаточно стандартный, да, либо можете, там, по телефону, например, вы разговариваете, ну, что за работа, расскажи мне в двух словах, вот у меня сейчас 5-7 минут нет, вот одна минута есть, да, то есть, вот, пожалуйста, вам ответится, что, да, у нас есть такой магазин, мы получаем процент в коллегиенской базе, которую создаем для компании. Ничего сложного, само обучают бесплатно. Мой доход пока небольшой, но это для новичков, но я начала совсем недавно. Девочка, которая меня пригласила, зарабатывает сейчас вот 40 тысяч рублей в месяц. Также есть путешествие за счет компании. В двух словах не объяснить, тем более в переписке. Если тебе интересно, давай тебе перезвонить менеджер или директор, или, там, я тебе перезвоню, все расскажет, когда тебе будет удобно. Старайтесь больше переводить общение именно в разговор, не в переписку, а именно в разговор, потому что, когда вы разговариваете, вы и интонацию человека слышите, и он сконцентрирован, потому что, когда вы общаетесь с перепиской, вы же не знаете, что он там еще параллельно делает, может, он вообще ваше сообщение не прочитал, может, у него дети там за компьютером сидят. У меня был такой, кстати, момент, я с девочкой переписывалась, переписывалась, потом, хоп, она мне перестала отвечать. Отмечательно, через три дня, говорит, алёна, ой, прости, говорит, я от компьютера отошла, а дети, говорит, сидели за компьютером, открыли твои сообщения, прочитанное, а я, говорит, потом уже не видела, что ты мне что-то написала, вот только сейчас увидала. Да, поэтому общайтесь вживую, ну, прям звоните, разговаривайте, вы сэкономите на больше времени, лучше вы 10 минут по телефону поговорите, чем вы 2 часа будете там перепиской общаться. Ну, конечно, если у вас есть возможность, я понимаю, что наверняка у нас на вебинаре есть мамочки, да, как бы там детки, например, маленькие, и они могут общаться только перепиской, да, потому что когда дети спят, да, никому не позвонишь. Но общайтесь с перепиской тогда, никто не запрещает, но имейте в виду, что поговорить будет гораздо эффективнее. Обратная связь, да, вот смотрите, это важно именно в том плане, если не вы проводили встречу, например, да, вы отправили своего знакомого к вашему спонсору, спонсор позвонил, поговорил, да, спонсор вам, там, отзвонился, да, писал, что вот я поговорил, вот здесь запись, вы послушали, да, что там спонсор, ну, если спонсор, да, вам записал. Если не записал, просто, да, рассказал, как поговорили. Сразу же либо перезванивайте, либо пишите этому человеку, да, как идея, как думаешь, что это попробовать, если, может быть, у тебя вопросы. Да, предлагайте присоединиться прямо не то, что настаиваете, да, что давай-давай, а прямо, ну, не будете спросить, ну, как тебе, будем вместе с тобой сотрудничать, будем бизнес строить. Вот, будьте готовы к вопросам и возражениям. Потому что бывает зачастую такое, что ваш спонсор все рассказал, и, возможно, человек просто постеснялся у него что-то спросить. Его там что-то смутило, что-то ему там не понравилось. Он сказал, да, 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 а потом, да, как бы один на один остался со своими вопросами и возражениями. А поскольку вас он знает, он у вас спросит, скажет, ну, Маш, скажи честно, ведь заказы надо делать. И вы ей честно, положа руку на сердце, так и говорите, да, надо, я вот делаю. Да, рассказывайте, как есть, наделитесь именно твоим опытом. Да, если, например, вы там дали просто запись посмотреть, и потом, да, вы берете обратную связь, то лучше можно подключить еще спонсора по скайпу. Прямо так, как говорят, что давай я тебе дам запись вебинара, ты посмотришь, а потом мы с тобой созвонимся по скайпу. Да, и подключать спонсора к такому звонку, чтобы он помог вам ответить на какие-либо эти первые вопросы. Вот здесь уже разные варианты. Вот смотрите, я вам сейчас столько вариантов не кидала, как можно приглашать, вот только бери, делай. Да, то есть очень часто мы усложняем наш бизнес, начинаем все придумывать, изобретать. Вот вам готовые идеи, готовые, не знаю, пошаговые действия, да, бери, делай, приглашай. Не надо никого бояться, да, не надо никого стесняться. Анкету дали, посмотрели, интересно, да, приглашаем. Неинтересно, нет, не приглашаем. Все, пригласили на созвон, на общение, там, сами поговорили, либо к спонсору, либо дали записи вебинара. Если дали записи вебинара, то обязательно обратная связь, да, что понравилось, что не понравилось, как ты думаешь, что это попробовать. Все, все сложное у меня. Но бывают возражения, да, возражения обязательно надо прорабатывать, обязательно нужно на них отвечать, не замалчивать. Если вы не знаете, да, какой-то ответ, то не стесняйтесь, так сказать, ты знаешь, я уточню, я тебе перезвоню. Смотрите, какие чаще всего возникают возражения, либо, ну, как сказать, отговорки иногда бывают, да, я не хочу продавать, так и не надо продавать. По сути, да, вот опять же, про продажи, самый такой, наверное, деликатный такой вопрос, что вот люди, о, Reflame продавать, мне не хочу продавать. Смотрите, к продажам можно относиться по-разному. Я тоже не хочу продавать, я не умею продавать, хотя я провожу вебинары, тренинги о том, как собирать заказы. Начните с себя, закажите продукцию для себя, элементарно то, что у вас заканчивается. Прямо так объясняет, смотри, Reflame – это бизнес, и представь, что ты открыл свою булочную, и ты печешь потрясающий хлеб. Возможно, этот хлеб стоит чуть дороже, чем у конкурентов, но ты же не пойдешь покупать в ларьке хлеб, ты купишь свой, а может, ты уверен в качестве. Но тут то же самое, Reflame – это твой бизнес, если у тебя твой собственный интернет-магазин, и да, возможно, где-то Reflame стоит чуть дороже, чем, например, какие-то аналоги, может быть, в магазинах, или еще где-то, но, во-первых, всегда есть выгодные предложения с типами распродажи, и ты можешь купить дешевле, чем в магазине. И, во-вторых, это твой бизнес. Все заказы, которые ты будешь делать для себя, они будут учитываться в твой общий объем продаж. Заказал себе на 50 баллов? Найди двух подруг, которые тоже себе закажут 50 баллов. Вот и 150 баллов. Что тут продавать? Проще относитесь к этому, то есть не надо ничего осложнять. Покупаешь сам, и буквально там несколько человек находишь, которыми ты будешь совершать совместные покупки, например, можешь скидку не стелить. Кто-то говорит, я боюсь, у меня не получится. Но если бояться, то точно не получится. Да, то есть, что бояться? Все страшного у нас тут нет. Не получится, ну, значит, не получится. Вернешься к своей обычной жизни и будешь продолжать делать то, что ты делаешь. Никто тебя не заставляет здесь на всю жизнь переходить. И, знаете, у тебя что-то пойдет не так, ты всегда можешь уйти из проекта, уйти из компании, никто не будет тебе наблюдать, звонить, и просить умолять тебя вернуться. А, да, часто встречается такое возражение, сейчас Арифлэм много, надо было раньше. Вот поверьте мне, друзья, я в Арифлэм 10 лет. Все эти 10 лет я слышу это возражение. Вот я, когда я приходила 10 лет назад, мне то же самое говорили, о, здесь сейчас Арифлэм полно, надо было раньше. Куда раньше-то? Раньше это когда сами сумки с продукцией возили со склада, вот как любят малинские, да, через поезд отправлены. Тогда надо было начинать. Я думаю, что 80% из нас не стали бы такой бизнес вести. А сейчас самая, наверное, халява. А нам вообще, по сути, даже с дома выходить порой не надо. Во многих городах доставка налажена на дом. Я в шоке. Да, и люди говорят, что надо было раньше. Раньше это когда вот мы на бумажках писали заказы, и половину из того, что мы заказывали, не было на складе. Сейчас ты делаешь по интернету, ты сразу видишь, что есть, чего нет, чем можно занимать. Сейчас вообще реально круто работать, и онлайн-технологии, наоборот, позволяют этот бизнес упростить. И сейчас реально, вот поверьте моему, сейчас гораздо проще, чем было раньше. Вот реально. То, что нет времени, да, кто-то говорит. Я чаще всего говорю, что если у тебя будет желание, тогда найдется и время, и возможность. Я тебе помогу спланировать, я тебе помогу, да, начать стартовать, я тебе подскажу, чего начать, и ты увидишь, что порой не так много времени требуется на этот бизнес, как тебе кажется. 3-4 часа до начала достаточно. Есть меньше времени, тоже можно начинать, но тогда не ждите прямо огромного роста. Чтобы у вас реально был стабильный, хороший рост, нужно где-то 3-4 часа в день уделять на приглашение людей, на работу с людьми, на собственное обучение. Надо требовать все время. Если пока у вас меньше времени, ничего страшного, начинайте. То есть никто не запрещает, даже если у вас полчаса есть, начните хотя бы с этого, начните изучать информацию, начните приглашать людей. Кого мне приглашать? Знакомых. Начать со знакомых. И чаще всего люди говорят, ой, мои, никому ничего не надо. А давай анкетки не дадим спросу, надо им или не надо. И уже выясним. То есть вот вам эти анкеты, пожалуйста, можете использовать в дальнейшем. То есть не только вы с помощью этих анкеток можете работать. Ваши новички могут давать такие же анкеты своим знакомым. И даем гораздо проще их приглашать. Можно приглашать незнакомых. Ради бога, методов много. То есть у нас просто тема сегодня такая, что мы знакомых приглашаем. На прошлой неделе у нас прошло несколько вебинаров, где рассказывалось о том, как работать с незнакомыми людьми. Да, пожалуйста, там доски объявлений, резюме, помощь, сайт ВКонтакте. То есть методов много, как можно видеть, не только со знакомыми на работе. Потому что я понимаю, что бывают ситуации, что реально нет знакомых. Бывает такое. Пожалуйста, можно приглашать незнакомых. Ну и последний-таки, да, завершающий слайд у меня на сегодня. Если человек отказывается приходить на презентацию, вообще отказывается, он говорит, ну, хочу, не пойду. Можете просто говорить о том, что, ну, хорошо, ладно, не будете, не буду настаивать. Вот последний, как бы, да, вот такой, так сказать, момент, чтобы дожать человека. Смотри, я сейчас работаю в интернете, у меня есть свой сайт. Мне для раскрутки важно количество посещений при сайте. Зайди просто по ссылке, посмотри, почитай информацию. Ну, там, как бы, просматривается время, сколько человек было на сайте. То есть для меня это важно. И даем ссылку на информацию о проекте. То есть у вас у каждого есть своя ссылка на сайт Правда Здора. У каждого. Она бесплатная, она доступна абсолютно всем. Да, вы можете дать ссылочку на сайт Правда Здора, чтобы человек почитал информацию. На следующий день спросите, посмотрел, и, может быть, есть какие-то вопросы, может быть, что-то вы там зацепили все-таки. Да, но это уже такой, знаете, последний шаг, да, лучше совсем дожать. Ну, отказывается, ничего страшного. Да, и будьте готовы к тому, что люди к вам не будут присоединяться. Да, это совершенно нормально. Как я вам показывала статистика, да, и 100 человек только 20 присоединяются, 80 вам откажут. Это нормально. Самое главное – не обижаться на человеку. Не надо. У каждого свое мнение, да, он просто не любит конфеты. Либо вы не смогли подобрать ту конфету, которую он любит. Да, то есть оставьте его в покое. Но не выпускайте своего поля зрения. Если у вас нет его в друзьях, в социальных сетях, добавьте. Если он есть, отлично, есть, здорово, каста остается на вашей странице. А то, знаете, люди такие бывают. Ну и все, там, я тебя удаляю из друзей и не буду с тобой общаться. Рассказать, пожалуйста. Нельзя так делать. Да, у каждого, да, есть свое мнение, да, есть свой взгляд на этот мир. Кому-то надо наш бизнес, кому-то не надо. Да, то есть вы просто продолжаете выставлять посты с какими-то новостями о своих успехах, о достижениях вас, о ваших, о достижениях вашей команды. Да, то есть пусть он это видит. Возможно, сегодня нет, а завтра он подумает, что я отказался. Ну, смотрите, смотрю, выставляют, новички у него тут какие-то, которые вчера присоединились, а сегодня зарабатывают. Спрошу-ка я еще раз, что-то мне тут такое предлагал. Да, и будьте готовы к тому, что люди будут сами вас спрашивать. Также вы можете тем, кто отказался именно строить бизнес, можете предложить просто пользоваться продукцией со скидкой. Почему нет? Люди же моются, какая разница, будут они в магазине покупать или у вас со скидкой. А не в любом случае, если они присоединятся, они будут в вашей команде. Да, и если, например, вы работаете ветками и строите, да, подниму веточку, вы там можете ему потом об этом сказать, что смотри, вот ты просто заказывал для себя, а у тебя команда уже выстрелилась. Да, мы еще разочек на эту тему пообщаемся. Да, бывает такое, что люди еще раз выслушивают информацию, уже совершенно другому ее воспринимают. Через 2-3 месяца вы можете опять к этому человеку обратиться, просто узнать, как дела, как у тебя работа, как там ветки, как чего, и вскользь рассказать о своих успехах. Да, но важно, чтобы у вас были успехи, потому что если вы через 3 месяца ему напишите, да, там как у тебя дела, он вам ответит, спросит, ну, а как у тебя бизнес? да, сухляк, я думаю, что вряд ли он к вам потом присоединится, поэтому вы должны быть активными, позитивными, вы должны не зацикливаться на людях, не надо, один отказался, следующий, один отказался, следующий, да, то есть у вас должен быть поток людей, да, вот забыла вставить слайд, про количество, минимум 10 анкет у вас должно быть заполнено ежедневно, то есть потихонечку, не обязательно сразу там 50 людям своим знакомым написать, начните там, один день 10 анкет, второй день 10 анкет, у вас за 10 дней будет 100 анкет, 100 анкет за 10 дней, это меньше, чем 2 недели, у вас будет 100 потенциальных человек, которых вы можете пригласить, и с которыми вы можете пообщаться, а вы можете расширять круг своих знакомых, то есть не обязательно же прямо только тем, кто у вас в друзьях, и все только к ним обращаться, добавляйте потихонечку, там можете добавлять, как я уже вам сказала, пополняйте список знакомых, добавляйте их себе на страничке, вы можете при встрече там, пошли, например, к своему парикмахеру, распечатали эти анкетки, пришли в парикмахерскую, и пока он вас стрижет, вы остальным мастерам раздали эти анкеты, заливчонки, я тут, мне на работе дали задание, мне надо заполнить 100 таких анкет, заполните мне, пожалуйста, вот вам, сколько там мастеров, 2-3 мастера, может быть там посетители какие-то еще, они заполнены, там же ничего про рефлэм не сказано, то есть там закрытая абсолютно анкета, и вы можете ей работать как угодно, вы можете не только знакомых опрашивать, можете клиентам с вами, пошли с каталогом, например, кто активно работает с каталогом, и у кого уже, там раздают эти каталоги, в каталог вложили анкету, попросите заполнить, заполнить, сказать, что, я вот бизнес сейчас в интернете развиваю, мне требуется сотрудник, я провожу опрос среди нашего населения, заполни мне, пожалуйста, анкеты, вот вам, пожалуйста, еще идеи, как можно эти анкеты использовать, и последнее, мы можем сказать на сегодня, чтобы вам не было досадно, обидно и больно, при встрече с вашим знакомым на банкете директоров, или на каком-нибудь мероприятии, приглашайте вы своих знакомых, если вы не пригласите, это сделает кто-то другой, опять же, поверьте моему опыту, не всех знакомых я успела пригласить, и кого-то я решила, что им это не надо, и прихожу в офис, смотрю, моя родственница, ну, дальняя правда, дальняя родственница, собирает заказ, и говорит, здрасте, а вы тут какими судьбами, ой, а у меня коллега моя, ой, она мне про Веллаз рассказала, ой, мы же с мужем-то знаешь, что вот у нас такие проблемы со здоровьем, мы вот решили Веллаз попросить, вот я вот с таким же выражением лица, как вот эта девушка такая, почесала голову, ой, что же я наделала, а я-то думала, ей бизнес надо предлагать, а она, оказывается, на волнусь заинтересовалась, а у другого человека зарегистрировалась, по 100 баллов делает, поэтому, да, чтобы у вас не было такого изумления на лице, при встрече с вашими знакомыми, приглашайте всех, не решайте за людей, и давайте я вам в чат сейчас сброшу, обещанный подарок, с разрешением нашего менеджера Кирилла, он записывал видео, сброшу, вы можете скопировать, да, вот видео, это как создать опрос, и чуть ниже ссылочка, как выглядит сам опрос, напишите, пожалуйста, мне в чат, открылось ли у вас видео, и открылась ли ссылочка с опросом, я позднее это продублирую в чат, чат, правда, здорово, 2.0, кого еще там нет, обязательно добавляйтесь, либо спросите у ваших спонсоров, чтобы они вам выслали эту информацию, отлично, вижу первые отклики, что все открылось, в принципе, у меня все, все, что я хотела вам сегодня рассказать, я рассказала, друзья, огромная просьба, вот эту информацию в каких-то других наших чатах не выставлять, ни в раскрутке страничек, ни в продуктовом чате, потому что там присутствуют люди не из нашей команды, не хотелось бы, чтобы эта информация расходилась по другим организациям, по другим командам, давайте сначала сами получим результат именно от этого метода, потом будем уже делиться со всеми, то есть огромная просьба не распространять эту информацию по другим чатам или по другим командам, то есть это только для команды правда здорово, а поэтому я надеюсь, что вы меня поняли. Друзья, всем спасибо огромное за внимание, используйте, не усложняйте наш бизнес, у нас все просто, все элементарно, просто приглашайте. Все, будем тогда прощаться, переподелиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!